А дальше мы начнем делать цвет. Итак, какие у нас есть варианты по нанесению цвета? Первое, что мы можем сделать, это создать новый слой, засунуть его под слой с построением. Дальше, соответственно, мы возьмем какой-нибудь общий цвет для фона. Мне кажется, здесь он был бы какой-то серо-зеленый. Примерно вот такой. На самом деле, от такого цвета будет работать немножечко проще, потому что мы тогда сможем сейчас сразу по пятнам, создаю еще один новый слой под слоем с построением, и сейчас по пятнам я сразу смогу, допустим, залить одежду. Возьму я кисточку письмо и залью аккуратно одежду. То есть мы ее вытащим из общего фона. Можно кисточкой письмо, можно кисточкой копик. Кисточкой копик будет полупрозрачно заливаться, но зато более толстый мазок у кисти. А вот тут слегка кружевное, поэтому я полупрозрачно заливаю. То есть чуть-чуть просвечивает. Где заехала, стираю и продолжаю дальше. Вниз. Юбочку. Полупрозрачно. Где-то мазки погуще, посильнее нажимаю, а где-то полегче. Залили. Второе платье более кремового оттенка. Берем кремовый, такой припудренный кремовый. Чуть посветлее. И заливаю второе платье. Можно чуть-чуть менее розовое. Вот такой крем. Дальше возьмем чуть более темный оттеночек. Вот сюда в тень. И добавим внутри заднюю часть. Вот тут внутри потемней. И некий объемчик на рукав. И сюда. Добавили. Вот такое получилось объемное, уже красивое объемное платье. На второе белое платье тоже можно добавить тени. Возьму вот такой серенький оттенок. И тоже вот сюда. То есть немного мазков сверху. Сейчас он у нас чуть-чуть просвечивает данный фон. Берем базовый цвет. Какой-нибудь спокойный. Потому что хочется сделать такой спокойный пейзажик. Без каких-то ярких оттенков. Поэтому я беру и заливаю вот эту поляну впереди. Спокойненьким зеленым. И кисточкой копик. Залила. Теперь добавлю более темный оттенок и падающие тени. От корзинки. Под платьями. Под шляпой. Вот тут сзади сразу тоже можно затемнять, где пошли кусты. Вот эти. За платьями. Вот сюда. Затемнее. Обратите внимание, когда веду вот этой кисточкой копик, я не отпускаю. То же самое маркерами делаем. То есть мы не отпускаем. Потому что как мы начинаем отпускать, получается вот такие отдельные мазки, которые некрасиво накладываются друг на друга. Заливаем здесь ствол. Слегка под ним идет плотное дерево. Плотный зеленый куст. Более насыщенный. Заливаем. И еще потемнее даже. Вот в этот угол также уходит плотный зеленый. То есть наша задача на данный момент по пятнам проработать этот эскиз. Вот такое чувство, что мы маслом рисуем. Мы прорабатываем по пятнам. Что значит по пятнам? Как в жилописи, как было в институте. Прищуриваешь глаз. И видишь, где самое темное. Вот, например, я прищуриваю и вижу, что вот тут темно. Чуть более желтоватый. В желтый увожу. Немножечко заливаю таким более молочным. И шляпа. Тоже залили. Толщину чуть более темную. Вот сюда. Немножечко объема. И на сумку тоже немножечко объема. Вот мы залили основные цвета. Теперь смотрите, если мы выключим слой с построением, у нас получилась такая вот прям живопись-живопись. По поводу слоя с построением. Он сейчас коричневый. Мы можем этот оттенок перебить на более графичный. То есть пойти в настройки, тон, насыщенность, яркость. И яркость убрать. И он станет такой более черноватый. Этот оттенок. Такой оттенок, ну такой совсем холодный, черный. Он больше вяжется с рисунком, чем коричневым. Чуть затемняем. Гугл мазки. И ленточки тут пошли. Тоже мы их аккуратненько подчеркиваем. Видите, уже такая получилась живая шляпа. Теперь сумка. Здесь также высветляем. Тем самым частично убираем слой с построением. Перекрываем его. Добавляем штриховку. Так. Сверху. И теперь беру коричневый оттенок. Мы добавляем сюда ручки. Более такие толстенькие. Вот так вот мы ее, наверное, повесим сейчас. И на слой с построением вот эту я сейчас сотру. Потренируйтесь. Так. Теперь посветлею. Беру белый цвет. Светлый. И начинаем добавлять цветочки. Тоже сверху чуть-чуть посветлее. Более освещенная часть. Высветлили. Высветлили. И сюда. И сюда. Складочки между темными полосочками. И здесь. Опускаем дальше вниз, как и при рисовании портьеры. Прорисовываем как бы верхнюю часть, где у нас сборочка идет. И дальше нижнюю часть, как уже ложится. И цветочки. И теперь этот узорчик. Начинаем дублировать. Выключаем магнит. Включаем без привязки. Можно добавить немножечко еще беленького. Сверху. 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 Эта кисточка была скачена где-то в интернете. Она представляет собой вот такие листики. Итак, мы это делаем на отдельном слое. В качестве эксперимента. Чтобы, если что, мы могли это выключить. Итак, нужно помельче взять цветочки эти. Потемней. То есть, таким образом можно зарастить, скажем, дерево. И еще потемнее. Но, на мой взгляд, надо эти штампы, их как бы интегрировать и сверху еще вручную слегка смягчать. Потому что иначе, мне кажется, будет смотреться слишком инородно. Хотя, как бы, хорошую массу зелени оно создает. Еще потемнее. И, допустим, там сзади насытить побольше. Ну, в принципе, оно дает такое вот живое ощущение нашему дереву. И вот, и у нас получается уже вот форма самого дерева более-менее объемная. Ну, и здесь, соответственно, нарисовался тоже объем. Тришком ядерные цвета лучше не использовать. Вот такая, в принципе, неплохая форма. И можно взять более зеленый цвет. Сейчас мне хочется на слой с построением стереть вот эти вот графические черновики, которые там остались. Немножечко уберу. Понежнее все у нас станет. И опять тут дорисую чуть зелени. Более контрастной. Соответственно, этой кисточкой мы создаем и форму дерева, и сразу стараемся показать объем. Пол у дерева. Можно на новом слое. Это поверх вот этих веток. Кисточка M-Lines. И прорисовываем ствол. Там можно какой-нибудь двойной сделать. Добавляем веточки. Допустим, и чуть-чуть дерева размыли. Вот у нас что получилось. Можно сравнить назад, назад. То есть, либо четко, либо слегка размыто. Ну, я не очень люблю, честно говоря, это использовать. Но так, еще у нас есть размытие по гауссу. Тоже вот оно размывает. Оп, смотрите, веду направо. Вот оно более естественное получается.